Коллеги, я предлагаю следующие вопросы в частном порядке уже продолжить, а сейчас мы посмотрим ролик с верным алгоритмом, как врачу, пациенту и медицинскому учреждению необходимо было повестись в спорной ситуации. Врач должен предоставить пациентке информацию о предельных сроках ожидания, о возможности осуществления данного вида обследования в рамках программы государственных гарантий и стандарта лечения. Разъяснить пациентке, что она может ознакомиться с программой государственных гарантий на стенде и сайте медицинской организации. Врач должен получить письменное подтверждение о получении пациенткой данной информации, зафиксировать в медицинской документации или в отдельной форме, утвержденной приказом руководителя. Врач перед медицинским вмешательством должен получить от пациента добровольное согласие на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работникам в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риски, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. ИДС подписывается пациентом или его законным представителем, в число которых входят родители, усыновители, опекуны и попечители и хранится в медицинской документации пациента. Выписной эпикриз является единственным документом, выдаваемым на руки пациенту, следовательно, должен содержать объективную и доступную информацию о проведенном оперативном вмешательстве, его объеме и обоснованности, а также об обязательных послеоперационных мерах. Получение информации об обращении бывшего пациента в другое медицинское учреждение, копии его медицинской карты или выписки из нее, возможно только при наличии письменного согласия пациента. При обмене информации медицинскими организациями необходимо удостовериться, что такие сведения запрашиваются в целях оказания медицинской помощи. Первая медицинская организация должна получить согласие пациентки на передачу данных о состоянии здоровья. Право на получение информации, составляющей врачебную тайну, в том числе получение копий медицинской документации, предоставлено только самому пациенту или его законному представителю, родителям, усыновителям, опекунам, попечителям. Адвокат не относится к законным представителям лица. Оформление доверенности не является документом, подтверждающим право на получение такой информации. Для получения сведений, составляющих врачебную тайну, пациент должен дать письменное согласие на ее разглашение. Копии медицинской документации может получить только сам пациент или его законный представитель, обратившись с письменным заявлением к руководителю медицинской организации. В соответствии с требованиями о врачебной тайне, медицинское учреждение не имеет права предоставлять кому-либо, в том числе страховым организациям, родственникам, медицинские документы в отношении умершего, если только он, находясь в лечебном учреждении, не подписал письменное распоряжение с указанием круга лиц, которым данная информация в отношении него может быть представлена. В случае с застрахованным такое распоряжение отсутствовало. Медицинскому учреждению нужно было отказать страховой организации в предоставлении заверенной выписки из истории болезни умершего. Коллеги, дальше продолжаем. На текущий момент у нас наблюдается увеличение количества уголовных дел, которые в отношении врачей возбуждаются. И давайте обсудим тенденции развития уголовного законодательства и правоприменительной деятельности в отношении врачебного персонала. Добрый день, уважаемые коллеги. Я решил немножко постоять, потому что, мне кажется, о серьезном можно говорить стоя. Хотя сначала о несерьезном. Буквально на прошлой неделе присутствовал на мероприятии в Российской государственной библиотеке с публичной лекцией по аналогичной теме. И в общении с одним из посетителей, с гостей, не могу даже сказать, по специальности, услышал интересный анекдот. Вот, Василий Иванович и Петька решили прекратить свои дружественные отношения в рамках. И Петька решил заняться медициной. Ну и, соответственно, для того, чтобы осуществлять эту деятельность, думают, надо потренироваться. Ну, на ком тренироваться? На таракана. Ставят таракана, отрывают ножку, говорит таракану, беги. Таракан бежит, Петька делает записи свои. Отрывает две ножки, таракан, беги. Таракан бежит, Василий Иванович, Петька следующие там записи делает. Отрывает все ножки таракану, беги. Таракан не бежит. Петька делает запись и, соответственно, выносит свой вердикт. Таракан без ножек не слышит. Вот, да, идея, так скажем, нестандартных подходов и идея соотношения вот этих несовместимого, но должно быть совместимого, медицины и права, в том числе и предмет моей дискуссии, да, той дискуссии, которую я сегодня предлагаю. Тема о расследовании преступлений, совершаемых медицинским работникам, выбрана мной не случайно. Речь идет о практике работы Следственного комитета. И, как вы знаете, эта тема, как ныне принято использовать слово «хайп», является, да, если не назвать истерической, то крайне распространенной и постоянной на слуху. В обществе такое социальное напряжение, да, и именно напряжение связано с оказанием медицинской помощи, в результате которого, вот, результатом этого напряжения очень часто становятся некоторые мифы, в том числе о взаимоотношении Следственного комитета и медицинского сообщества, которое я сегодня хотел бы развеять. Во-первых, я хотел бы сказать, что на современном этапе оценка российской медицины крайне неоднозначна. И речь идет не только о философском и технологическом основании уголовной ответственности медицинского работника, речь идет, в принципе, об оценке этой деятельности не только специалистами вируспруденции, но и специалистами в области медицины. Вот, в частности, на Первом международном экономическом форуме ректор Первого медицинского университета в Санкт-Петербурге, говоря о российской медицине, описывает ее как комету. Вот она светится огромным ярким пятном в столицах и угасает, угасает в провинции. И в итоге он приходит к выводу о том, что из медицины уходит душа. К чему это все приводит? Мы можем говорить о разных причинах, так называемых дефектах, называют оказанием медицинской помощи, некачественном оказании медицинской помощи. Я хотел бы сконцентрировать ваше внимание на том, что несмотря на то, что эта ситуация стала крайне актуальна сегодня, это не совсем так. На самом деле актуальна она была и в советские времена, и не только на территории российской государственности. Но при этом последние статистические данные, которые приходят с разных отраслей и знаний и деятельности человека, говорят, безусловно, об актуальности этом. Вот, в частности, Лев Коктурский, это президент Ассоциации патологоанатомов России, выступая со своим докладом в Минздраве, говорил о том, что каждый пятый, то есть 20% из общих патологических заключений опровергают ту причину смерти и, соответственно, от чего лечил лечащий врач. При этом понятно, что речь идет о так называемых косвенных причинах и косвенных показателях, свидетельствующих о недоброкачественном оказании медицинской помощи, но в целом мы это подтверждаем не только данными, так скажем, медицинскими, в том числе и юридическими показателями. Я хотел бы обратить ваше внимание, что позавчера президент выступил со своей ежегодным посланием, ну так, с пресс-конференцией своей, да, и общался с гражданами. Вопросы медицины было уделено почти 15 минут общего времени. Из этого общего объема часов это на самом деле серьезно. Я думаю, что многие ознакомились и присутствовали, либо смотрели по телевизору вот это мероприятие. Я выделил для себя какую важную информацию. Президент говорил о трех основных проблемах медицины и указывал, на что необходимо обратить внимание. Недоступность первичного звена, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение. Президент сказал, проблем много вообще, но три я считаю основные. Вот на мой взгляд президент не сказал ничего, что вообще изменило бы каким-то образом или каким-то образом задало вектор в развитии российской медицины. А, а во-вторых, изменение взаимоотношений в оценке, ну в том числе и в уголовно-правом порядке Б. Поэтому, когда мы преподносим свои показатели, когда мы покажем статистические показатели, о чем говорил уже сегодня модератор, о росте, да, этого в том числе и оттуда. Потому что на самом деле какой-то вменяемой государственной программой управления медициной и качественным просчетом, анализом этой деятельности, на мой взгляд, нет. Я хотел бы обратить ваше внимание, что вот, чтобы опровергнуть эти вот, даже не то, что опровергнуть, а отнести, да, может ли более так, вот эти данные, я некоторые, так скажем, простые вещи проделываю. Мы в Яндексе набираем простой запрос, врач удалил не тот орган. В общей сложности 10 миллионов ответов на это находятся. И средства массовой информации кишат этими сведениями, они всегда разношерстные, вот о чем говорили, да, бегают с телефонной камерой, снимают врача и так далее. И создается на самом деле колоссальное социальное напряжение. И у меня возникает вопрос, а есть ли основа этому? Вот это противодействие медицинского, пресловутая медицинского юридического сообщества, на чем оно основано? И что стоит, вот, что находится в основе, в принципе, вот этого вот постоянного страха медицинского работника перед уголовным преследованием? И существует ли оно на самом деле? В частности, вот, как, каким образом, да, даже обозначаются те или некоторые темы в средствах массовой информации, и которые потом становятся предметом оценки Следственного комитета. Мы очень часто, да, принимаем сообщения о совершении преступления, исходя из средств массовой информации. Ну, на Алтае врач не принял пациента и посоветовал вызвать ему папа. В Красноярске врачи забыли в животе пациента 20-сантиметровый зажим. И знаете, вот эти вбросы в общество, на мой взгляд, направлены на то, чтобы канализировать социальное напряжение в сторону медиков. И мы становимся, извиняюсь, просто заложником этой ситуации, поскольку вот это, ну, извиняюсь за выражение, но канализирование вот этого социального напряжения осуществляется через силовые структуры, которые в целом не настроены, не направлены на идею противодействия конкретно доктору Иванову, Петрову, да и вообще системе здравоохранения в целом. Но в силу своих полномочий мы становимся вот этим самым орудием и средством, вот этого, так скажем, корреляции социального напряжения, корректировки социального напряжения. Вот простой пример приведу. Буквально через несколько часов после того, как окончилась пресс-конференция и президента, на сайте Тартаса появилось очень интересное обстоятельство. В Москве расследуют обстоятельства гибели годовалой девочки. Скорая помощь приехала и отказалась оказывать ей помощь. Девочка в последующем скончалась. Ну и дальше это просто как пример для того, чтобы опять-таки ретранслировать просто какую-то волю, политическую волю о том, что вот рассмотрен вопрос, мы предлагаем за ненадлежащее оказание медицинской помощи вести уголовную ответственность, и Следственный комитет является, по сути, инициатором таких изменений. Несмотря на то, что вот на последней встрече с Национальной медицинской палатой было сказано о том, что принято решение о исключении возможности и назначении наказания в виде лишения свободы врачу, ну, здесь два обстоятельства. Первое, это надо договариваться не со Следственным комитетом, а с Верховным судом. Во-вторых, в законе имеются иные способы. Ну, наверное, не следует об этом говорить, как о какой-то победе, потому что на самом деле, кроме разговора, ничего больше не произошло. Как осталось это положение, так оно и осталось. Вот чему радоваться не совсем понимаю. Так мне больше интересно, как 20 июня после пресс-конференции президента появилась эта информация, и каким образом сообщество в интернете реагирует на подобные изменения. Я вот взял выписки, ну, так скажем, комментарии к этому посту, которые набрали больше всего количества лайков. Вот как народ реагирует на сообщения о смерти годовалой девочки. И по следующим предложение Следственного комитета, по сути, об усилении уголовной ответственности медицинского работника. Кто-то встает на сторону врачей, кто-то предполагает, да, что верно, прибавки зарплаты мало, нужно еще не брать взятки в вузах. То есть поднимается вопрос о качестве медицинского образования, что на самом деле тоже крайне актуально. Ну, вот оно общественное мнение. И идея как раз и состоит в том, что для того, чтобы нам как-то выработать алгоритм, или выработать порядок, или выработать просто, можно сказать, правила игры, по которому и медицинскому работнику, независимо от его категории и уровня, было понятно правила игры, вот выполнить необходимые условия, чтобы не висел это моклов меч, Следственного комитета уголовной ответственности и так далее. Необходимо выработать такие меры, которые должны носить не исключительно уголовно право, даже не исключительно юридический характер. Я об этом скажу чуть позже. Так вот, когда президент говорил о триединстве и успехе в медицине, о том, что необходима первая доступность лекарства и специалисты, вот в октябре 2018 года провел опрос общественного мнения, что народ сказал о том, что необходимо, чтобы повысить качество медицинской помощи. Контроль за компетентностью врача, личная ответственность врачей за качество лечения, формирование заработной платы врача, исходя из качества работы. Ну, что-то вроде контракта эффективности. Это не совсем, да, понятная идея. Ну, я хочу показать, сказать о том, что эти позиции не сходятся. Конечно, рассуждения в масштабах государства несколько иные, но хочу сказать, что с точки зрения перспектив уголовного преследования, с точки зрения перспектив изменения судебной практики по делам о преступлениях, совершаемых медицинским работникам, мы какой-то сигнал для себя не получили. Поэтому откровенно хотел бы сказать, что правоприменительная практика продолжится в том же направлении, в котором она сейчас вырабатывает, по сути, интуитивно, да, по каждому конкретному случаю, до тех пор, пока не наберется критической массы, и когда Верховный суд не соберется, не существует обобщение, чего мы, в общем-то, в принципе, хотим и давно уже просим. Я хотел бы привести пример, можно, да, чтобы звук было слышно? О чем сказать? Я хотел бы, чтобы вы примерили на себя форму сотрудника Следственного комитета, следователя, да, и вот, исходя от того, что вот вы тоже говорили о том, что за врачом бегают с видеокамерой, и вот, допустим, вот обращение, и мы должны дать уголовно-правовую оценку этой деятельности, да, то есть сказать, есть ли в данном случае состав преступления или нет. И вот случаи, с которыми нам обращаются, или случаи средств массовой информации, которым мы должны дать оценку. Я не смогу неделю жить без инсулина. Вы значит, записывайтесь раньше. А раньше нет записи. Есть раньше. У меня сегодня не будет инсулина. Очень плохо, надо приходить вовремя. Я знаю, вы это выпустили, я не могла приехать, я в другом городе была. Это что за поведение? Вы взрослый человек. Вы тоже взрослый человек, должны записываться на вирус. Меня записала мама, но я не смогла приехать. Очень плохо, значит, записывайтесь и приведите, а я не буду принимать записи. Мне нужен инсулин. А мне надо, чтобы... Хоть ты сдохни здесь, ты да. Хоть ты сдохни? Хоть ты сдохни? Хорошо, что телефоны сейчас имеются? Все, идите сюда. Вот, сейчас я буду все подвиживаться. Мне нужны лекарства, а мне не нужны. В общем-то, вот второй. Осказывайте помощь. Сейчас, оказывайте помощь. Сначала, ты стреляешь. Вам все сказали. Что сказали? Спокойно. То есть у вас человек... Сейчас спокойно будет, я дома. У вас человек рует течением, изливается, а вы стоите спокойно, да? Как повышать, что ли? Да что, спокойно, быстрее! Ты не видишь, что ли? Или что? Где? Другаться будешь дома. Понятно? Рот закрыли, спокойно присели. Сейчас не закроешь рот. Ты что, прикалываешь? Вам все сказали. Да что, человек умирает уже? Наживое что ли? Да, живое. Вы поздавите врача. А что, скорую не звали? Какая, сходя, сходя? Все, да. Все спокойно, хорошо, все спокойно. Пожарите вообще, вообще, прохожу. Вот такие сведения очень часто становятся предметом, вот, в первую очередь, конечно, такого, знаете, формирования общественного мнения. Конечно, представляете, вот эта информация показана по центральным каналам, первую, по второму, да, по Вести показали, Вести.ру, понимаете? Мы, конечно, следим за средствами массовой информации, для нас сообщение о совершенном преступлении средствами массовой информации, по сути дела, такое же сообщение, как если пришел гражданин, гражданин. Но для чего вот это делается? Да, какое значение с точки зрения формирования качественной российской медицины несут эти ролики? И для чего, в принципе, по центральным каналам показывать, вот такое, знаете, создавать образ, отрицательный образ медицинского работника? И для этого, конечно, мы, да, рассуждая все-таки о целой государственной политике, вот, да, в масштабах страны, о здравоохранении и так далее, мы от этого ответа не находим. И я хотел бы в рамках своего рассуждения отойти вот от этих условностей и сказать о том, что, на мой взгляд, и мы этот социологический опрос провели, собственно, да, лично, что вопрос о основаниях уголовной ответственности медицинского работника лежит не вот в таких вот хайповых маленьких тизерах, понимаете, в маленьких фильмах. Речь идет о том, что медицинский работник является субъектом повышенной опасности, повышенной ответственности, извиняюсь, да, юридической ответственности, в первую очередь, в силу осуществляемой профессиональной деятельности. Вот он, поскольку он врач, он взял на себя эту ответственность, он одел халат, да, и, соответственно, именуется гордым именем врача, соответственно, он взял на себя ответственность за те обстоятельства, которые будут следовать, исходя из его деятельности. Очень специфическая профессия. И вот эти составы преступлений, которые вменяются врачам, мы когда собираемся на разного рода мероприятиях, и когда происходит вот это действительно противодействие, хочу отметить, что в последнее время его все меньше. Медицинские работники, вот вы нас там, да, необоснованно шлемование, компанейщина и так далее, вот такими словами пользуются, что Следственному комитету выгодно это и так далее. Я хотел бы сказать, что основа уголовного преследования медицинского работника, на наш взгляд, состоит, а, в том, что он является медицинским работником и он несет ответственность свою силу своей профессиональной деятельности, б, и опять-таки это наше исследование подтвердило, мы изучили приговоры северо-западного федерального округа, более 200 приговоров, так вот, исходя из этих приговоров, вступивших в законную силу, около 90% случаев осуждения врача, признания его виновным, то есть, когда дело уже реально дошло до суда, связано с обвинением врача в совершении преступления при усмотренном частью 2 статьи 109, то есть, причинение смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. То есть, общественная опасность деяния состоит не в профессии и не в конкретной личности, и не в конкретном сообществе, а в количестве смертей. И вот эта формулировка «ненадлежащий в исполнении профессиональных обязанностей». Я очень часто обращаюсь к представителю медицинского сообщества и спрашиваю, а что такое ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам? Что за регламент должен быть при осуществлении медицинского вмешательства, иногда высокорискового медицинского вмешательства, чтобы сказать, это ненадлежащее в исполнении профессиональных обязанностей. И когда я начинаю рассматривать, я поскольку занимаюсь темой уголовно-правозапрета, он должен быть цельный, есть нормы бланкетные, которые отсылают, и вот статья 109, она абсолютно отсылочная, я должен найти тот материал, который бы мне как следователю подтвердил, что вот надлежащее, а вот ненадлежащее исполнение. И я натыкаюсь на какую обстановку, что правовое регулирование медицинской деятельности настолько разнообразно, разношерстно, противоречиво, несистемно и настолько в отдельных случаях противоречит одни нормы другим, что сказать о том, что есть какой-то алгоритм признания надлежащего и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, иногда просто нет. Например, является ли критерием надлежащего поведения врача при осуществлении своей профессиональной деятельности медицинские стандарты или клинические рекомендации, или приказы Минздрава многочисленные о порядке оказания той или иной помощи, или, например, является надлежащим исполнением профессиональных обязанностей в случае, если врач надлежащим образом ведет документацию. Если исходить из формального кузоистического подхода, то, допустим, медицинский врач, осуществляя какие-то действия, не вносит в документацию, в медицинские какие-то сведения, потом из одного отделения пациента переводит в другое, предыдущий врач не сделал записи, новый врач не видит, что было на самом деле, осуществляет какие-то действия, что приводит к смерти. Формально получается, что неисполнение обязанностей по документу обороту тоже является ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей и может являться основанием уголовной ответственности. Вот когда мы начинаем спорить о том, что вводить статью, не вводить статью, Рошаль, Бастрыкин предложили такую и так далее, может быть, сначала разобраться вот с этим вопросом, потому что на самом деле предлагаемые нормы, что с той, что с другой стороны, предполагают опять отсылку. Ссылку к чему? К этому массиву правовых актов, несистематизированному, который на самом деле не помогает ни вам, ни нам. Нам точно. Не знаю, вам, наверное, даже мешает. Вот статистика официальная возбужденных и уголовных дел и поступивших заявлений в Следственный комитет. Обращаю ваше внимание, что наша подследственность ограничена. Есть ряд составов так называемых медицинских преступлений, которые относятся к подследственности МВД. Но вот именно статистика Следственного комитета в этой части наиболее показательна. Обращаю ваше внимание, что с 2016 по 2018 год количество поступивших обращений в Следственный комитет увеличилось практически в три раза. При этом количество возбужденных уголовных дел плюс-минус практически в два с половиной раза увеличилось. И мне было интересно именно показатель 2018 года, потому что по итогам коллегии Следственного комитета эти данные не были озвучены, они были озвучены позже. Но, обращаю ваше внимание, тенденция на увеличение идет. Я уверен, что 2019 год покажет еще прирост. Вот поделюсь сведениями, которые приняты на решение коллегии Следственного комитета 15 марта 2019 года. По итогам 2018 года Следственный комитет провел собственную коллегию, на котором были приняты соответствующие решения. Всем руководителям следственных подразделений дано поручение осуществлять в полном объеме проверку сообщений о расследовании уголовных дел о витрогенных преступлениях. Незамедлительно принимать решение о возбуждении уголовного дела при наличии оснований, в том числе в случае невозможности установления в ходе процессуальной проверки обстоятельств смерти потерпевшего. То есть практически в каждом случае. Организовать в безлагательном порядке изъятия медицинских документов, допросы потерпевших и другие необходимые следственные действия. Для меня вот когда такие вот некоторые, знаете, противоречащие информации появляются, с одной стороны, в апреле, прям буквально, да, вот, незадолго до этого и председатель Следственного комитета и доктор Рошаль говорят то, что мы договорились о том, что вот не будем назначать, не будем это. И вот такое решение, понимаете. И параллельно право Следственного комитета проводить экспертизы. И параллельно создание следственных подразделений, которые будут специализироваться на расследовании таких преступлений. Почему-то нету, знаете, такой внятной позиции, которая бы разъяснила, господа, никто не собирается создавать спецотряды по борьбе с врачами. И речь идет абсолютно, да, о других обстоятельствах. И я к этому вернусь вот в рамках, да, своего рассуждения. Вот, обращаю ваше внимание, уважаемые средства массовой информации, телеканал «Дождь» и информационный портал «Медуза». Следственный комитет ищет врачебные ошибки по всей стране и заводит уголовные дела. Что происходит? Травля врачей продолжается. СК создает спецотряд исследователей. Кратко поясню. В Следственном комитете создано подразделение, в котором 28 следователей высочайшего качества могут расследовать сложные дела. Сложные дела, которые, ну, понятно, представьте, из 6 тысяч заявлений, понятно, 30 следователей просто утонут в этом объеме. Которые на самом деле требуют тщательного, детального осмотрения и установления объективной истины по делу. У нас потерпевшие на той стороне. Что за травли врачей? Кто является инициатором вот этого вот, знаете, информационного, информационной травли? А Следственный комитет ищет врачебные ошибки. Я обращался к вот этим товарищам и говорю, ребята, а что, объясните мне, что у вас есть информация? Что, да, у нас есть информация. Каким образом? Вот Следственный комитет обзванивает пациентов и просит их написать заявление на врача. Я начинаю, у вас есть реальные примеры, действительно, в каком субъекте вы мне скажите, я этот вопрос изучу. Если следственные сотрудники Следственного комитета названивают пациентам, напишите-ка нам заявление. Я потому что знаю, у меня следователи приезжают на повышение квалификации, у него в среднем 7-9 дел нагрузка и материалов 15 проверки. И он такой, а не взять ли мне в производстве еще уголовное дело, не позвонить ли мне какому-нибудь пациенту, чтобы он нажаловался на врача. Выясняется, что пациент обращается в общественную приемную председателя Следственного комитета по электронной почте, то есть на сайте. Обращается электронным образом, подает заявление. После того, как он подает заявление, это отправляется материал в Следственное управление, на чей территорию оно совершено. И мы вынуждены, то, что вынуждены, обязаны пригласить его лично. Мы же не будем с ним переписываться по смс-кам дальше. И, конечно, он оставляет свои данные. Следственный комитет, здравствуйте, вы оставляли обращение, приходите, пожалуйста, лично поясните, что произошло. И это, понимаете, как ретранслировали, что Следственный комитет обзванивает потерпевших, и, пожалуйста, придите, напишите нам заявление на врачебное сообщество. Для того, чтобы преодолеть вот это, вернее, продемонстрировать, что на самом деле этого противоречия нет, мы провели небольшое свое исследование и соотнесли показания, которые, вот личные свои, знаете, информации, позицию свою высказывают сотрудники Следственного комитета и врачи. В Санкт-Петербурге это исследование было проведено, следователи приезжают нам на повышение квалификации со всей страны. Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с позицией. Мы задали три вопроса. Во-первых, необходимо ли исключить из уголовного закона нормы об ответственности медицинского работника? То есть, чтобы не было вообще ответственности уголовного медицинского работника. Второе. Имеет ли медицинский работник право на ошибку? Вот это знаменитое выражение о том, что мы имеем право на ошибку, поскольку у нас профессия от Бога. Вот как к этому относятся следователи, как к этому относятся медицинские работники? И третье. Применим ли к профессиональной деятельности медицинского работника такое основание освобождения от уголовного, ну даже не освобождения, а обстоятельств, включающих преступность деяния, как обоснованный риск? Ну вот, врач в конкретном случае рискует. Если он остановится, пациент умрет. Но он принимает решение продолжать мероприятие, ну и, например, человек в итоге все равно умирает. Вот он рисковал, да, в благих целях. И, соответственно, вот эти три вопроса мы задали следователям и врачам. Вот варианты ответа. Я считаю, что не следует, поскольку и так эти нормы привлекают, по этим нормам привлекают запрещение тяжкого препятствия гражданам и причинение смерти. Другой механизм лишения врачей лицензии на осуществление деятельности, сертификатов свидетельственных, как бы, ну, не разработан. Сейчас медицинское сообщество еще не выработало механизм, как бы, лишения врача права осуществления этой деятельности. Поэтому, по моему мнению, не следует депутатизировать. По моему мнению, медицинский работник может совершить ошибку, ошибку, или какой-нибудь легкий недочет. Но может быть не такой, как когда оставляют, допустим, медицинские приборы, человек, эти операции. Это исключено. Я считаю, может, может. Но ее, наверное, каждую ошибку нужно будет расценивать самостоятельно. Конечно, в основном риск здесь имеет место, он заслуживает внимания, заслуживает уважения. Если он отвечает, повторяю, что он, возможно, в законе, никаких препятствий я для этого не вижу. Наоборот, лишение врача права на такую рисковую деятельность, наверное, если не закат медицины, изначально, по крайней мере, сделает невозможны все случаи, когда только благодаря рисковым действиям и удавалось достигнуть положительного результата, человек увеличился в невластном возрасте. Я думаю, что делать этого нельзя, потому что ситуации бывают совершенно разные. И, скорее, нам необходима не декриминализация, не исключение из уголовного закона нормы в ответственности медицинских работников, а некая специализация, дифференциация этих норм. Для того, чтобы уголовный закон учитывал то обстоятельство, что когда смерть по неосторожности причиняется в процессе неаккуратного вождения автомобиля, это одна ситуация, а ситуация, при которой смерть по неосторожности причинена при оказании помощи тяжеловольному человеку, ситуация другая. Могу сказать, что любой человек имеет, к большому сожалению, имеет право на ошибку, но врач на право на ошибку не имеет, потому что за этой ошибкой следует здоровье и жизнь человека. Исходя из этого, это сложное обстоятельство, но, к большому сожалению, ни один врач не имеет на это право. Я считаю, что применимо. И вот хирургия, наверное, является одним из наиболее ярких примеров. Ну, для того, чтобы было более понятно, к примеру, мы готовим на операцию пациента, который страдает какой-то онкологической патологией, и при этом у него большое количество сопутствующих заболеваний. Мы понимаем, что каждое заболевание будет увеличивать риск и может увеличить риск и осложнений, и риск летального исхода, но основное заболевание является достаточно серьезным и опасным. Естественно, мы будем его готовить на операцию, но учитывая все возможные риски, и еще очень важный момент, я объясняю пациенту все эти возможные риски, и мы пойдем на оперативное вмешательство уже в особом состоянии, и делая любые профилактические мероприятия, которые эти риски будут снижать. Я не знаю, каждый, конечно, для себя бы услышал, и вот, да, что можно было услышать и в рамках вот этого небольшого видеоролика, и в рамках разговора, и в рамках вот ответа, интервьюирования все-таки налагает определенные рамки, никакого принципиального противоречия между позицией Следственного комитета сотрудников Следственного комитета и Медицинским сообществом не выявлено. Более того, сотрудники медицинского работника, ну, извиняюсь, медицинские сотрудники относятся к себе более критично и требуют к себе более требовательны, чем с позиции, с точки зрения Следственного комитета. Я хотел бы продолжить, знаете, вот современная статистика, она очень интересная, и для целей вот этих, вот, знаете, мы вроде, я сначала показал, 6 тысяч, 2,5 тысячи, в три раза выошло, а самое главное, вот это, понимаете, вбросы, которые происходят. А кто-нибудь смотрел суть вообще, структуру этих событий? Так вот, исходя из показателей 2017-2018 года, и на коллеге, на специальной коллеге, посвященной трогенному преступлению, мы об этом говорили, 90% расследований в отношении врачей подтверждает их невиновность. То есть 10% из 6 тысяч, там, из 2,5 тысячи возбужденных уголовных дел доходят до суда. Во всех остальных случаях следователи прекращают расследование. Иногда, конечно, в связи с течением сроков давности, но не по всем случаям, понимаете? Что касается вопросов назначения наказания, вот это, опять-таки, идея, которая витала в рамках рабочей группы Национальной медицинской палаты и Следственного комитета. Давайте не назначать наказание в виде реального лишения свободы медицинскому работнику. Хотела спросить, а назначают ли? О чем мы говорим? Может быть, на самом деле и нет соответствующей проблемы? И изучив соответствующие уголовные дела за последние полтора года с реально вступившими в законную силу приговорами с судом, из 62 свежих уголовных дел, реально рассмотренных суда, вступивших в законную силу, реального назначения наказания врачу не последовало ни по одному из случаев. В большинстве случаев врачу назначают в 34 случаях из 62 более половины. Наказание в виде ограничения свободы. То есть запрет появляться в определенных местах в определенное время, обязанности отмечаться и так далее. Врач даже не теряет свое место работы. Если для педагогического работника судимость является основанием для прекращения трудовой деятельности, то для врача только в части, если он работает с детьми. Во всем остальном случаях, ну, совершила, ну, осудили, ну, как бы забыли. И вот этот вопрос о назначении наказания, он очень важен, поскольку все-таки мы должны понимать цели уголовного наказания. Исправление осужденного, восстановление социального справедливости и недопущение повторного совершения преступления. Вы знаете, по некоторым вступившим законам силы приговоров суд указывает не то, что на необходимость не посещать там и так далее, или еще добавляет, не менять место работы. То есть он еще после событий, связанных с наступлением смерти, обязывает его дальше работать. Эффективен ли такой вид наказания? Конечно, неэффективен, поскольку на самом деле речь идет о том, что вот это за скупой статистикой никто не смотрит, а эффективность уголовного преследования какая-то есть, это исключительно, знаете, уголовно-правовая категория, и специалисты должны об этом говорить. А какова эффективность-то привлечения к уголовной ответственности медицинского работника? Что мы показали? Какие результаты? При таких наказаниях, безусловно, никакой эффективности не будет. Более того, я не сторонник реального лишения свободы. Я абсолютно уверен на том, что за неумышленные, за неосторожные преступления, связанные с профессиональной деятельностью медицинского работника, наказание в виде реального лишения свободы не должно наступать. Но наказание должно соответствовать идее восстановления справедливости, исправления осужденного. Ну, а как исправить врача? Скажите мне, пожалуйста, каким образом исправить, и не допустить, чтобы повторно он не совершал потом такие действия? Ну, наверное, во-первых, запретить заниматься медицинской деятельностью на определенный период, обязать пройти соответствующее обучение, сдать экзамен до того, как он допускается до повторного своего врачевания. И об этом мы тоже говорили неоднократно. Я хотел бы привести пример, вот то, о чем говорю на реальном практическом случае. В онкологии во время проведения хирургических манипуляций используются электроинструменты. Врач, осуществляя эту деятельность, осуществил перфорацию, электрожог, быстрый некроз клеток, и в результате этого перфорация стенок ободочной кишки, которая является часто распространенным источником местной дислокации раковых опухолей. Так вот, эти действия привели к смерти пациента. Вот чем закончилось данное уголовное преследование. Признали виновным, назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. И вот что врача обязали делать. Не изменять место жительства, не выезжать за пределы территории без согласия. Возложить обязанность являться раз в месяц для регистрации специализированных госорган, осуществляющих надзор за отбыванием осужденного наказания. Ну и лишить права заниматься врачебной деятельностью на 2 года. Ну и компенсация автоматически. Суд решил вопрос о затратах на юристов. Здесь еще дополнительное наказание в виде ограничения права заниматься профессиональной медицинской деятельностью. Но вот даже если мы отвлечемся от идеи, вы врачи, я юрист, я сотрудник Следственного комитета, насколько эффективно, я думаю, что каждый встречался со случаем действительного непрофессионализма своих коллег, насколько эффективно ограничивать, ну вообще назначать свободу, назначать наказание таким образом. Какие цели мы достигаем? В завершении своего выступления я хотел бы привести два ярких примера. Это вот на самом деле собственные практики общения с медицинскими работниками. Вот плюс, вот минус современной медицины. Вот Казанская школа акушерства и гинекологии, которая в настоящий момент внедрила практику кесарево сечения таким образом, при котором плод изымается вместе с маточным пузырем и только потом извлекается из него. При этом, обращая ваше внимание, двойное обвитие у ребенка. Вот настолько ребята погружены в свое дело и занимаются. Ну это же тоже процедура требовала риска, по крайней мере до того момента, пока не выработался алгоритм. И это был тоже риск. Но в результате этих действий количество травм малолетнего новорожденного, который вот только-только родился, который больше всего подвержен такому травмированию, снизилось, ну практически к нулю стремится, и человек будет абсолютно живым-здоровым. А это случаи, связанные с, это у нашей криминалиста Северо-Запада мне дали, да, вот эту фотографию. Случаи оставления зажима трех зажимов одновременно. Трех. И это вот вторая сторона, да, российской медицины. И вот этот вот, понимаете, момент, который, на мой взгляд, требует, знаете, такого не шапошного подхода. И ни в коем случае не использования каких-то средств массовой информации для выяснения личных или иных амбиций, взаимоотношений. Речь идет о качественном диалоге профессионалов. На мой взгляд, а, профессионалы, юристы и медики должны составить качественный регламент и качественную нормативную правовую базу деятельности медицинских работников с полной, с тотальной ревизией всех правовых актов, принятых ранее. Да, для этого уйдут годы, для этого нужен целый институт, но это позволит хотя бы выработать какие-то меры для, да, вот, по крайней мере, совместного вот этого направления деятельности. Второе, на этом тоже я часто говорю, об этом так же стою, уголовно-правовыми средствами вопросы неналежащего оказания медицинской помощи и уголовные последующего риска уголовного преследования врача такими средствами не решить. Мы боремся с мельницами. Вы учите детей, которые в последующем начинают работать в медицинском сообществе. Как вы их учите? И если вы поставляете в медицину в качестве сотрудников таких же некомпетентных людей, как лица которых уже мы вымыли при помощи уголовного преследования, то на самом деле ничего не изменится. И это на самом деле системная проблема, начинающая в первую очередь с качества подготовки медицинских кадров. В целом, заканчивая свое выступление, я бы хотел, чтобы, и я об этом всегда говорю, я общаюсь с следователями, которые иногда перегибают палку, прибегают с удостоверением, там, да, бедных врачей, вот давайте мне документы и так далее. А первое, с чего я начинаю лекцию в аудитории со следователями, говорю, господа, уважительное и почитаемое отношение к профессии врача и к каждому медицинскому работнику, который находится против вас. Это основа уголовного расследования, эффективного уголовного расследования, попытка наладить контакт. Не надо сразу переходить в позиции враги. Поэтому с уважением и с пиететом к вашей профессии я вот хочу выслушать ваше мнение по моему докладу. Спасибо. Я не против, вот тут микрофон. Вы знаете, я сейчас не к вам, я к коллегам. Я просто вот послушала, на самом деле мы как-то последние годы действительно в очень большом напряжении живем. На нас давят, давят, нас преследуют, нас убивают. Я с ужасом читаю вот это вот новостное лентство в фейсбуке. Одна из моих учениц, аспирантка, умная девочка. Я говорю, ты почему вышла из нашей ленты? Потому что там же и в том числе наши новости какие-то идут, да? Она говорит, я больше не могу этого слушать. Но врачом она хочет работать, продолжать. И действительно такое впечатление, что вот нас уничтожить хотят. Что-то случилось, что нас хотят уничтожить. А вот на этом конгрессе я второй день слушаю юристов. Вчера целый день адвокатов, другую группу слушала сегодня. А вот теперь к вам. Я хотела вам сказать спасибо. Я сегодня услышала то же самое, что и вчера. Оказывается, нас никто не давит. Если это правда. Никто нас уничтожить не хочет. Никто нам, никто команду ФАСНа нас не давал. Это что-то другое. Наверное, синдром выгорания во всей стране. Не только мы выгораем. Вот. И мое полнейшее убеждение всегда. Я с 15 лет в медицине. Знаете, вот как санитарить начала, так всю жизнь. В медицину превентивно идут лучшие люди. Понимаете? Люди, которые всегда изначально готовы помогать всем. Вот нас уничтожают, бьют, мизерные зарплаты. Вы сколько лет все работаете? Вот взрослые люди сидят. Вы всю жизнь так прожили. Правда? И в тяжелых условиях, и без перчаток спасаете жизнь, если это надо. И нам тяжело, почему нам стало последние годы тяжело? Именно то, что мы вдруг почувствовали почему-то неуважение к себе. То есть мы даже не требуем зарплат, ведь не об этом. Ну, мы всю жизнь так жили. Но если нам говорят, что вы еще и мерзавцы всем подряд, а о том, что мерзавцы среди нас есть, мы и сами знаем. И если бы была ситуация другая, в количестве, наверное, медиков вообще в стране, то, наверное, мы бы сами выдавили этих мерзавцев. Но когда он один, и там больше никого нет, ты думаешь, ну, господи, ну, хоть кто-нибудь, хоть что-то он может сделать. Понимаете? Поэтому коллегам, наверное, удачи и спокойствия. А вам спасибо всем. Спасибо. Без комментариев. Спасибо. Спасибо вам огромное за очень интересный доклад. И видно, что вам это интересно. И нам очень, мне лично приятно, что вас это тоже задевает так же, как и нас. Рой вопросов возник, я постараюсь систематизировать. Вот эти доктора, которые были осуждены, кто-нибудь когда-нибудь проследил их дальнейшую судьбу? Я имею в виду, что с ними случается после этого всего, да? Потому что то и дело возникают в новостях. Доктор-анестезиолог повесился в следственном изоляторе, потому что там что-то такое там, да? Накануне даже, собственно, вынесение приговора. И может быть, это хайп. Я не знаю деталей там. Молодого доктора-анестезиолога осудили, потому что он отправил человека, не нуждавшегося в скорой реанимационной помощи, в плановую помощь. А человек умер в то время, как он не нуждался в реанимации на момент осмотра. Ну и так далее, да? То есть кто-нибудь дальше проследил, что случается с этими врачами? И еще такой момент. Я врач, я не юрист, и я не очень хорошо знаю, конечно, как это на Западе, но то, что я знаю, что у них все-таки это больше переведено в административную ответственность, а не в уголовную, да? И врачи застрахованы. Можно это у нас как-то продумать так, чтобы врачи были застрахованы от таких ошибок финансово, и чтобы они были административно ответственны, а не уголовно? Потому что когда меня учили, мне говорили, что есть всего три вещи, за которые врача может посадить. Это криминальный аборт, переливание на грудной крови, и что-то еще не помню. Может, напомню, что-то больничный лист. Да, вот три вещи. Сейчас оказывается, что их миллионы. Я врач-онколог. У меня, ну, человек может умереть просто. И опять же, вот еще один вопрос сразу всплывает. В вашем одном слайде было, что врачей пытаются, значит, стимулировать как-то за счет эффективности их лечения. Вот как мою эффективность оценивать? У меня есть определенные, не у меня лично, а вообще. Есть определенные критерии выживания больных, да? Они, многие умирают в онкологии, это нормально. Но на сегодняшний момент пока это непреодолимо. Как оценивать мою эффективность, если мне положили больного, условно говоря, за три дня до смерти? Я ничего не могу с этим сделать. Я могу только облегчить его путь дальше, так сказать. Условно говоря, стероиды назначить, да? Вот. Как оценивать мою эффективность? У меня случилась смерть на койке. Я виновата в этой смерти? И еще сразу вопрос в догонку. Кто в итоге определяет эту эффективность? Вот вы говорите, создан комитет. Кто определяет? Вот вы сами, собственно, подняли этот вопрос, да? Надлежащее исполнение медицинских. Я не понимаю. Я, наверное, сама не могу ответить на вопрос. Спасибо. Я вот прямо просто с хронологии, сходя, насколько помню ваши вопросы, заданный целый пул. Первое. Что касается эффективности работы медицинского сотрудника, работника, на самом деле проблема коммерциализации социальной сферы, которая идет давно инициатором и еще выступал Алексей Кудрин, вот, например, сегодня к этому и приводит, что вопросы качества медицинской помощи состоят в некоторых показателях, в каких-то стандартах, которые так или иначе должны оцениваться. Почему? Потому что если не будет таких стандартов, то не будет финансирования. И когда мы говорим, а в чем выражается эффективность деятельности медицинского работника, вот сейчас эффективность деятельности медицинского работника выражается в деньгах. Да, то есть какой еще может быть показатель? Вот из фонда и так далее получили соответствующие денежные средства, значит, настолько поработали. И, конечно, мне нравится выражение из российского здравоохранения ушла медицина. Вот, понимаете? Конечно, вот это соотношение, оно, безусловно, речь идет о том, что вот эта эффективность показателей, вот этих тонких показателей, которых невозможно оценить, оно вымыто просто коммерциализацией полностью. Это первое. Второе, что касается последующей судьбы медицинских работников. Я об этом и говорил, что на самом деле те виды наказания, те размеры наказания, которые назначаются, они неэффективны не просто потому, что назначили, и там бог с ним, кто с этим врачом дальше будет, а том, что никто изначально и не ставит, в первую очередь, перед судом задачу не просто выполнить свою функцию, как суда. Вот назначил наказание, ударил, все как бы, да. А в реализации государственной политики в сфере реформирования здравоохранения, суд тоже в этом участвует. А суд в этом вообще не считает себя обязанным участвовать вообще в этих делах. Поэтому из той категории, из тех размеров и видов наказания, которые предоставил законодатель, он выбирает то, что сложилось, как правило, в судебной практике, у него основной какой показатель у суда? Что бы не отменили в связи с мягкостью или суровостью приговора? Что дальше происходит с медицинским работникам, не следит вообще никто. Уголовная исполнительная инспекция, ее основная задача, когда врача, допустим, осуждают к ограничению свободы, то, чтобы он пришел, раз в месяц сказал, я никуда не сбежал, я здесь все нормально, поставил подпись, что он явился. Все. Дальнейшее изучение. А как повлияло наказание, что изменилось? Никто, в принципе, не осуществляет. Что касается вопросов о возможности страхования, ответственности и так далее, вот опять-таки в апреле доктор Рошаль, выступая по результатам вот этого совместного совещания, говорит о том, что он считает, что подобный вал жалоб, о котором говорит Следственный комитет, он неадекватен реальному состоянию российской медицины и считает важной составляющей этой доли, это меркантильность российского населения. Люди пытаются на медицинских работниках заработать бабки, извиняюсь за выражение. И если вы об этом знаете, если у вас есть об этом, ну, вот, говорят, да, о реальных решениях суда, которые направлены на вот это вот вымывание, на подъедание вот этих, на самом деле несущественных, ну, пока несущественных, но в будущем и существенных, так, ну, на самом деле, давайте разработаем формат страхования профессиональной ответственности медицинского района. Но тут же возникает много вопросов. Кто будет страховать? Кто будет страховые износы платить? На врача возложим обязанность? Сам свою страховую ответственность? Если государство, то каким образом станет сразу вопрос, а как определять страховое возмещение? Опять, опять, мы приходим к оценке критериев, да, критериев, да, и опять критерием оценки этих вопросов. Поэтому я не специалист в сфере страхового права, но я сторонник того, если это будет эффективно, если на самом деле граждан, ну, врач, ну, мы устанавливаем, действительно, и к вашему вопросу по поводу того, кто определяет качество ненадлежащего, ненадлежащего, определяете же вы. Я, как сотрудник Следственного комитета, я иногда, знаете, беру уголовное дело и начинаю читать какие-то материалы медицинские, я сначала наименование лекарств или болезни читаю по слогам, потом быстрее, потом еще быстрее, потом начинаю искать, что это такое, чтобы понять, о чем идет речь. И когда мы говорим о том, что врач признается виновным в совершении преступления, не, вот даже в 100% и 100% случаев это осуществляется на основании, по сути, вашего решения медицинского сообщества, потому что признавать право есть отклонение от качества медицинской помощи или нет, есть причины связи или нет, предоставлено кому? Экспертам. И, кстати, об экспертизе, которую Следственный комитет в связи с внесением изменений в закон о Следственном комитете получил право проводить, сотрудники Следственного комитета, которые являются сейчас экспертами в судебной медицинской экспертизе, тоже врачи. Доктор медицинских наук, забыл фамилию, возглавляет отдел судебно-медицинской экспертизы и Главное управление криминалистики. Он тоже врач, он не юрист, он не следователь с 20-летним опытом, с регалиями и так далее. Поэтому мне тоже вот эта идея о том, что почему проводить, почему не проводить, не давать права и так далее, вот эта идея признания медицинского работника виновным на основании вердикта его коллег, сущностно, оно верно. Но не так, как предлагает доктор Рошель, о том, что давайте по аналогии с Германией отставные судьи будут создавать какой-то комитет и потом вот этот вот комитет в составе врачей будет там, ну это на самом деле утопия, это чистая вода пиара, но ни к чему не имеет вообще никакого отношения, не реализуем в принципе. А качественная экспертиза, вот этот вопрос, если не давать следственного комитета, давайте по примеру Беларуси создадим отдельный комитет экспертизы. Я правильно понимаю, что сотрудники следственного комитета, будучи врачами, то есть это постоянные сотрудники, которые, ну а есть ли в следственном комитете достаточное количество специалистов, онкологи, урологи, я не знаю, гинекологи, акушеры, там я не знаю, неонатологи и так далее. Так вот, абсолютно верно, для того, чтобы, так скажем, о суде и кто, для того, чтобы принимать соответствующее решение, должен быть авторитет этих медицинских работников. Так вот, об этом должна говорить группа Рошаля со следственным комитетом. Давайте вы направите тех специалистов, которые у вас, в вашей общности, в конкретной, имеют беспрекослованный авторитет. Это будет частично занятость, я надеюсь, да? Правильно? А, ну вы уже об этом. Нет, ну это важно, потому что врач, чтобы судить, он должен сохранять медицинскую практику, он должен быть в тренде, он должен понимать, что происходит сейчас. Ну врачи, мне кажется, в тренде. Как сейчас лечат. Если он занимается уже только этим, он выпадает из обоим, отчастного. Субтитры сделал DimaTorzok